Христос Господи, благослови нас на эти занятия, умудри нас через Слово Твое. Слово Твое доселяется в нас обильно, со всякой премудростью. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец Тебе, Святой Дух. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы остановились с вами на Евангелие от Марка, 10 глава, толкование Блаженного Терефилакта, 1 стиха, страница 267, толкование из 1 Тома Блаженного Терефилакта. Итак, 10 глава, с 1 по 9 стих. Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданской стороной. Опять собирается к нему народ и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою? Он сказал им в ответ, что заповедовал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей. И будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек в дальней разлучает толкование. Он идет не прямо в Иерусалим, но сначала только в пределы Иудейские, чтобы оказать пользу незлобивому народу. Тогда как Иерусалим по лукавству иудеев был средоточием всякой злобы. И посмотри, как они по злобе своей искушают Господа, не терпя, чтобы народ уверовал в Него. Но всякий раз приступая к Нему с намерением поставить Его в затруднение и искусить Его своими вопросами. Они предлагают ему такой вопрос, который ставил Его между двух пробостей. Позволительно ли, говорят человеку, отпускать от себя жену, ибо скажет ли Он, что это позволительно, или скажет, что это не позволительно. Во всяком случае, они думали обвинить Его в противоречии закону Моисееву. Но Христос, премудрость самосущая, отвечает им так, что избегает их сетей. Он спрашивает их, что заповедал им Моисей. А когда они отвечали, что Моисей заповедал отпускать жену, Христос объяснил им самый закон. Моисей, говорит он, не был так немилостив, чтобы мог дать такой закон. Но он написал это по причине вашего жестокосердия. Зная бесчеловечий евреев такое, что муж, не возлюбивший свою жену, легко мог бы убить ее. Моисей дозволил мужу отпускать жену нелюбимую. Но изначально не так было. Бог сочетает два лица союзом супружества так, что они составляют одно. Оставляет даже своих родителей. Бог не дозволяет многобрачия так, чтобы одну жену можно было отпустить, а другую брать. А потом опять эту оставить. А сочетаться с иною. Если бы это было Богу угодно, то он создал бы мужа одного и жен многих. Из многих рюбер создал бы, а не жен многих рюбер. Ну вот, вопрос ставит Господу Иисусу Христу, искушая, как это мы в других местах Евангелия читаем. Что подходит и искушает, как говорят, ну как в мирском понимании, вилку такую ставят. Если так ответит, попадется так. Но Господь премудрость, Он знал их мысли, знал сердца. Но этот вопрос насущный сейчас. Позволительно ли разводиться с женой у нас сколько в стране, не только в стране нашей, в мире бракоразводных процессов делят имущество. Почему так? Почему такая статистика, что 100, допустим, регистраций брака, а до 80% разводы. Как-то я слушал статистику по Новосибирску, до 80% доходит. Хотя, Крупская еще, кто такая Крупская? Говорила, что 14% для государства это уже национальная катастрофа. А тут доходит некоторых местах до 80%. Забыли Бога от того и все, когда получал Солженицын Нобелевскую премию Александр Исаевич. И такие слова он сказал, мы забыли Бога от того и все, все у нас беды. Страх Божий, если есть, то можно так это делать. Еще там идут к епископу, письма эти там получают. А сначала не было так, Господь говорит, все очень просто. Сначала не было так. Создал Господь мужчину и женщину. Одну, немного, где-то там у нас славных много женства, откуда. То есть, это уже вымыслы человеческие или уже сатанинские вымыслы. Вымыслы человеческие, говорит пророк Давид, ненавижу, а закон твой люблю. Так, ну пожалуйста, что еще по прочитанному добавляйте. У меня вопрос просто, почему именно этот вопрос они задали ему? Он что был, в Израиле насущный в то время? Или такой злободневный, или такой острый, что они задали ему? Может быть он, ну тут говорится, что, я так думаю, искушали его. Да, пришло на ум. Сейчас мы его где-то подловить хотим. В этом случае, так, а помните, позволительно давать подокесарь или нет, там какое задали. То есть, где-то его удалили. Может даже они не интересовались, зачем подловить. Да, можно. Так, ну пожалуйста. Он же в Нагорной проповеди учения-то свое говорит. Они, может даже это все слышали и начали из этого ему именно такие вопросы задавать, чтобы подловить его именно. Как здесь искушает, говорится. С 5 по 7. Матфея-то. Вот когда беседуешь с кем-то, ну из неверующих, там, бывало такое вот, что человек задает вопрос, и видно, что, ну не хочет он дойти до истины, а просто вот искушает. И такой, другой вопрос от братья, не так давно благовестия были. Там какая-то женщина давала вопросы. Ну, видно, что не для того, чтобы узнать что-то больше, а именно подловить. То есть, такой тип людей распространен довольно-таки. Так, ну еще что? Нету, да? Ну дальше пойдем. С 10 по 12 стихи. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует толкование. Так как и ученики соблазнялись касательно развода мужа и жены, то и они приступают к нему и Иисусу и спрашивают о том же. Их образ мысли еще не совершенно был здрав. Господь отвечал им, кто отпустил жену свою и поимеет другую, тот становится прелюбодеем с этой второй женой. Так же и жена, оставившая своего мужа и сочетавшаяся с другим, делается прелюбодействием. Как Господь характеризовал мир этот, как он его назвал? Грешный прелюбодейный. Ну в порядке вещей и горько конечно это слышать, что и епископы в этом участвуют. Всякие там письма разводные и прочее. Откуда это? Ну раз они соблазнялись, ученики, значит этот вопрос был, ходил? Был, конечно. То есть он обсуждался, но не находил ответа. Не находил саду. Не, ну не из-за конкурса. Может здесь находил ответ. Видите как доходило, но жестокосердие. Что такое жестокосердие? Злоба. Еще какие синонимы можно подобрать? Ожесточение. Что-то не так. Ну он же сильнее мужчина сотворенный. Взял, ударил, убил. Бывает конечно случай наоборот. Криминальный. Как говорит криминальная статистика, что и жена бывает. Ну это сатана доводит. Сосуды такие, да. И вот чтобы это не было, разводное письмо, чтобы убийства не было. С 13 по 16 стихи. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им. Пустите детей приходить ко мне, не препятствуйте им. Ибо таковых и Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их. Толкование. Велика была вера в народе, когда он одно возложение Христом рук принял как благословение для приводимых к нему детей. А ученики не допускали приводящих, думая, что это недостойно его. Научая учеников смиренно мудрствовать и отвергать мирское надмение. Он принимает и обнимает детей. Сим он показывает, что приемлет незлобивых. Таковых, то есть стержавших, такое же незлобие, какое дети имеют по природе. Ибо дитя не завидует, не помнит зла. И, будучи наказуемой матерью, не бежит от нее. Но хотя бы и рубище она носила, предпочитает ее царице. Так и добродетельно живущий предпочитает мать свою, разумею, церковь всему и не увлекается житейскими наслаждениями. Царством же Божиим называют здесь проповедь, Евангелие и обещание будущих благ. Итак, кто примет проповедь божественную, как дитя, то есть нисколько не раздумывая и не допуская в себе неверия, тот войдет в Царство Божие и наследует те блага, которые уже приобрел верою. В простоте. Ну, сейчас до какого возраста они, дети, не злобеды? Уже проявляется у них какой-то период уже и такое, думаешь, откуда? У каждого по-разному, от всего испорченности. У каждого по-разному. Начнет грех сознательно делать уже это. Может, и в три года уже лукавый, хитрый, а некоторые в десять лет такой, как бы. У меня в три года дверь подперла, чтобы я ее не выпустила на улицу. Там собаки лезут, песком ее засыпают. Здесь у вас? Да, я ее поругала за это. А на улице лежали дрова наколзанные, я их носила. Она видит, что я, значит, это зашла, она мне дверь подложила, полево. Я дверь не могу открыть. А под навес дверь, она как шторка отодвигается. Я выхожу, а она опять собаку. Затворила бабушку все, затворится. Да, она собаку опять песком. Вот три года, пожалуйста. Батюшке сказал мне, вот, пожалуйста, уже надо исповедовать. Хватило же ума подставить. Учитель хороший. Одному отроку задание дал. Как так получилось, что у меня два класса, надо и с этим, а у того физкультура, бегать. Ну, я захожу сюда, в школу. Никто там не топает, в зале не бегает, что-то такое. Дал задание, чтобы он по кругу, круги-то нарезал. Выхожу, он стоит. То есть, как учитель ушел, сразу можно встать, стал бушком, все. Вот так. Хозяин-то все видит, как, помните, кто читал, на краю света лесколото. Там какой сюжет, что архиерей попадает в бурю, и его бросает крещеный-то этот зыряний народ, или там еще как-то не называли. Зыряний, по-моему. И он крещеный, его бросает, и сам уезжает. А этот, он, по сути дела, не крещеный, второй-то зыряний, язычник. И пошел, этого оставил архиерея, пошел пропитание искать. Ну, сколько-то времени проходит, там, суток, трое, наверное, на лыжах, как он там, ничего там, в тундре где-то, в тундре на севере. И архиерей смотрит, идет какой-то, такой странный, копна у него такая, а у него волосы-то замерзли, они как полом стали. Там буря была, там ничего не видно. Да еще там и волки, что-то архиерея не съели, он там где-то, ну, то есть, там не то, что тундра, а деревья были, он на дерево забрался. И вот он смотрит, не могу понять, что-то у меня в глазах, что ли, хребит. Ну, оказывается, он без шапки идет. А что ты без шапки, батюшка, батюшка, батюшка. Ну, я пришел туда, в юрту, хозяина нету, а медведь лежит. Я-то мясо-то взял, отрезал, а чтоб не подумаешь, что своровал, шапку свою оставил. Ну, хозяин же все видит. То есть, он как по-язычески понимал, называл, Бог хозяин, то есть, по совести. Так вот, хозяин-то все видит, учителя нет, а хозяин все видит. А оно не понимает, не хочет понять. Ну, и вот, действительно, с малых лет это проявляется. Ну, тут надо, конечно, понимать, каких детей приносили, которые слышали, как сказать, ну, образно, одной дисциплины, богословие. Они воспитывались в такой среде, что у них теология была самая главная. То есть, центр, Иерусалим, храм, помните пророка Иеремии, фильм? Идет этот мальчик, ну, ему лет 10 или 11, Иеремия маленький. И отец ему рассказывает, тут же научает, вот храм, вот Иерусалим, все здесь так снято еще. Это он еще только был маленький, а потом Господь его в 15 лет его призывает на служение. Вот научение. А сейчас какие дети? Ну, к нам тоже относятся ко всем. Пустите детей. Препятствий очень много ставим. Соблазняем их или не соблазняем свое поведение. Тоже это препятствие. Слово ли какое сказали, делом. Больше всего-то подражает это личным, научает личный пример. Бывает, слова у нас хорошие, а дела со словами не сходятся. Ну, и что, и ребенок как будет? А вот сказал. Так он не будет смотреть, что сказал, а что делает родитель? Ну, и будет он подражать ему. В природе, как это у животных. Тоже котенок научается от матери. Начинает на мышку, он принесет тренажер. Вот тренируйся. Он так и эдак. Все это подражанием именно. Так, еще что есть добавить этому отрывку. Комментарии. Блаженный толкователь отождествляет с проповедью вожделеннейшее для всех христиан Царство Небесное. Именно о проповеди Евангелия Спаситель сказал, какая страшная участь ожидает тех, кто скрывает истинное толкование, истинный путь в Царство Небесное. От Луки 11, 52. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Судей 17, 6. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Когда нет научения из Евангелия, то овцы блуждают и расхищаются злыми делателями, ненавидящими истинное православие. Иезекииля 34, 6. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холбу, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не рассветывает о них, и никто не ищет их. Иезекииля 34, 10. Так говорит Господь Бог, вот я на пастыре, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторну овец моих из челюстей их, и не будут они пищей их. Иосия 4, 8. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. Вот перед Пасхой на Страстной Седмице, если вы помните, одна из паримий была пророка Иеремии, но я главу стих не скажу, а содержание такое, что попортили виноградник мой, что вытоптали его, изуродовали виноградник мой. Так вот, а мы с вами виноградник составляем, есть пастыри, да? Пасти именно нужно по Слову Божьему, и по учению отцов церкви, по толкованию святых отцов. Напомню, что 6 Вселенский Собор, 19 правило, говорится о чем? Что толковать можно согласно именно святым отцам, чтобы не самовольно толковали, не самовольно понимали. Понимать смысл Библии, это не каждому, далеко не каждому дано. Там есть аллегорический, есть символический, есть буквально, есть историческое понимание. Это все, вот в семинах это проходим. И какие мужи понимали, бухоносные, поэтому очень опасный этот путь, когда берут священное описание и утверждают свою какую-то идею. Это путь многих сектантов, а их множество в христианстве, насчитывается более 20 тысяч направлений, и все тоже Библию держат. Помните, как лукавый искушал Господа и написано, сразу же говорит, а он наизусть знает Писание, ему не надо заучивать. Он не то, что там 100 мест или 60, а больше знает, и наизусть. Даже были такие в житиях святых случаи описаны, что наизусть знал Ветхий Завет. Представляете, что там? Не то, что Псалтырь, а оказалось, что в нем Легион танцевал. Я не помню его имя, но ты еще не знаешь, что ты знаешь Писание. Никита там был такой. Никита был такой, но не Колесников надеет. Вот. Златоуст говорит, ты мне не показывай, написано, растолкуй. А вот тут уже растолковывает в крит да в кость. Каждый как, ну я имею в виду сектанты, в меру своей испорченности что ли. И возникают секты и направления. Среди православных тоже это есть, такое вольное толкование. Молодежные появились. Ну в интернете можете увидеть. Что сидят по подобию, как вот, ну раньше я к Баптистам ходил еще. И молодые такие, как вот Никита, ребята, девчата, и по кругу читают. Что ты думаешь? Ну что он думает? И как до меня очередь дошла, я что думаю? Я только пришел, ничего не думает. Ну и там у них сидит, он руководящий, так называемый брат Владимир. Он уже лет 50, может больше. Толкования-то нету, этих вех, так сказать. Куда направление-то вести? А думать-то можно очень много. И сейчас вот в православии такое есть. Бестолкование читает. Хорошо, что читает, но можно забрести-то куда. Еще один момент. Об этом говорили даже православные ученые. Вот один из них Ломоносов. Что Библию нельзя применять, чтобы наше мировое устройство объяснить. Это грубейшая ошибка. Смысл написания Писания не в этом. Какая там Земля или космос, или что. И наоборот. Науку нельзя применять, чтобы пояснить духовные истины Библии. Значит, и то, и другое имело место. То есть, это уже давно до нас об этом говорили, предупреждали. Михаил Васильевич Ломоносов, он говорил, он православный человек, кстати, был. Так, ну вот, по комментариям. Видите, пророк говорит, оси, грехами народа моего кормятся они беззаконию, беззаконию его стремится душа их. О нашем времени, как это относится, нет? В первую очередь. В первую очередь, да. То есть, то, что было написано за сотни лет до Рождества Христова, в две тысячи с лишним лет. И все это пророчество, оно выполняется. Пророчество Божие. Так, еще дополнения какие? Вот, Царство Божие выделено, называют здесь проповедь. Мы сегодня слышали, Святой Иоанн Кровстатский, его поучение, Жон Мироносец. Что еще можно добавить к этому? То, что Жены Мироносецы были апостолами для апостолов. Мария Магдалина, она же первая встретила Иисуса Христа. По Евангелии именно, согласно Евангелии. Не предание, как это говорят, предание, что Дева, Мария, а именно согласно Евангелии. И она была апостолом для апостолов, потому что возвестила эту благую весть для них. А у них еще ум был, в неверии, так сказать, пребывал. Не может такого быть, и все у них. У них одна, как говорится, мысль была, мыслишка. Да не может быть. Как это воскресно? Но он же говорил, он все объяснял. Но еще люди, не просвещенные Духом Святым. Так оно бывает, ну если вы замечали, у нас что-то, мы что-то не понимаем. В Священном Писании, потом раз, как открылось. А почему? Духом Святым не просвещенным. У родных, у близких. Кому как уверовал, то Слово Божие несешь. Никак. Ну так же все просто. Ну есть Бог. Ну нет, на тебя смотрят, как на белую ворону. Ну когда я уверовал еще, до того, как на занятия попасть. Просто, что Бог есть, все сотворил. А тогда весна еще была, 92-й год. Все, когда, знаете, все это воскрешается в природе. То есть, и как-то это все восторженно. Ну уже в церковь стал ходить. И вот говорю близким, ну одногруппникам. Да, тебе зачем это надо? То есть, у них ум в другой плоскости, в земной только. Пока Духом Святым не просвещен человек, ну и что? Это, конечно, зависит от этого сердца, какое оно. Мы знаем четырех категорий сердца. При дороге упало, прилетели птицы. Вот у учеников это так и видно. Кто-то крутится, кто-то нет. Ну я сразу науги проводил с учениками. У другого на камень. Ну, корень только прорастает, все искушение и засохло, все. Третьего там такое, что тернии волшцы, все заглушают. Все некогда, суета. А когда читать? Да вы так заняты, что вы ее. А у телевизора-то сколько? Ну телевизор, ну надо же отдохнуть, посидеть. А у Евангелия почитать некогда. Значит, что, сердце к этому не расположено, в чтении Слова Божьего. Ну и лишь только четвертая часть. И то приносят они по-разному плод. Да еще все ли дойдут-то до желаемой пристани? Потому что надеждой мы спасены. Надеждой. Надеемся. А искушений много. Написано, что потерпели кораблекрушение в вере. Апостол Павел говорит. Дальше идем. От Марка, 10 глава, 17 по 22 стихи. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его. Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ, Учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Некоторое ложно представляет сего юношу, как хитрого и коварного искусителя. Это не так. Он был только человек любостяжательный, а не искуситель. Тот подошел к Христу, как простому человеку, и как одному из многих учителей. Христос как бы так говорит, если ты почитаешь меня благим, как простого учителя, то в сравнении с Богом ни один человек не благ. Если признаешь меня благим, как Бога, то для чего называешь меня только учителем? Такими словами Христос хочет подать высшую мысль о себе, чтобы тот познал его, как Бога. Кроме того, для исправления же юноши Господь дает ему и другой урок. Если он хочет с кем-либо беседовать, то говорить должен без лести. А корень и источник благости – знать один – Бога, и ему воздавать подобающую честь. «Впрочем, я удивляюсь ему, юноше, в том, что когда все другие приходили ко Христу за исцелением от болезни, он сам просит о наследовании жизни вечной. Если б только он не был одержим еще сильнейшим в нем страстью сребролюбия». Сколько таких сейчас людей, чтобы как вот ко Христу, Господи, а как наследовать жизнь вечную? Такое оскудение, и маловерие, и сомнение, что только этой земной жизнью живут. Соприкоснуться с вечностью, читать Слово Божие, толкования, молитвы. Господь… Так, здесь все становится. Господь не сказал, продай по частям, что имеешь и раздай, а продай за один раз и раздай, но только нищим, а не ласкателям и не развратникам. Потом, приходи, последуй за Мною, то есть усвой и всякую другую добродетель. Ибо много таких, которые хотя и не стяжательны, но не смиренны, или и смиренны, но не трезвы, или имеют другой какой-либо порог. Взяв крест, это значит быть готовым на смерть ради Его. Не напрасно присовокуплено, что Он много имел, ибо и малым владеть худо и опасно, а узы многих стяжаний и вовсе неразрешимы. Но и тот, кто юн по духу, легкомыслен, невнимателен мыслью, не устроен разумом, пусть также продаст имение свое, как то, гнев и похоть со всем тем, что от них прозябает, и отдаст, бросит бесам, которые суть нищей, лишены всякого блага и богатства, потому что отпали от благости Божией. И потом допоследует Христу, ибо тот только может последовать Христу, кто отвергнет богатство грехов, которое есть достояние бесов. Ну вот прямое, так сказать, толкование, косвенное, да, духовное. То есть, как последнюю часть надо подразумевать, именно как сейчас. Ты имеешь в виду, в конце толкование? Ну да, вот это вот. Конечно, так же вы из нас на такой высшем уровне. Что-то есть у каждого такое, что к чему он пристрастен, что ли, да? Главное. Бывает даже запинающий грех, об этом говорит апостол Павел, посланник евреям, но это уже такой грех, который может даже не извести, если не покаяться. Бывает множество, ну или страсти какие-то, что-то такое есть, что отвергнуть надо. Ну как отцы церкви говорили, что надо бороться с самой сильной сначала страстью, которая проявляется. Мы порой себя-то не знали. Не знали до конца, как оно все. Когда вот я помню, в 97-м году приехал в лагерь православный, там все такое начало проявляться, что себя не знаешь. Как вот это вот строй жизни, труд, молитва, рано вставать, тебе обличения, замечания делают, трудиться во благо Христа. И как вот из тебя что-то такое полезет, даже удивляюсь, ну как, во мне вроде не должно быть такого. Да, потому что человек – это микрокосмос. Настолько там у него многообразие такое. Ну вот, о богатстве Господь говорит. Дальше, с 23 по 27 стихи. И посмотрел вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно, имеющим богатство, войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно, надеющимся на богатство, войти в Царствие Божие. Ну почему ужаснулись? Прям вот это слово – ужаснулись, ужас охватил. Было, значит, такое понимание, что, я так думаю, богатый, значит, благословленный Богом. Были же и правцы богатые, возьмите пример Авраам, Исаак, Иаков, тогда это измерялось стадами, Аивов какой был, да? Вот, а тут Друг Господь говорит, вот это вот пристрастие, и, конечно же, столько забот надо. Даже у людей, которые не столько богатые, ой, да все, там как-то им в церковь сходить некогда, а тут богатый, он занятый, с утра до вечера своими делами. Бизнес, так сказать, надо вести ему. Оказывается, этим можно спастись. Далее, вот, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, кто же может спастись? Иисус, возрев на них, говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Не богатство само по себе и зло, а берегущее его злые и достойные осуждения, ибо должны не иметь его, то есть держать у себя, а употреблять на пользу. Оно потому и называется богатством, что назначено для полезного употребления, а не для сбережения. А слово трудно, значит, здесь тоже, что невозможно. Богатому человеку действительно слишком трудно спастись. Под названием верблюда, разумея, или самое животное, или толстую верь в канат, употребляемую на больших кораблях. И так человеку, пока он богат, невозможно спастись, но от Бога это возможно. Все становится возможно, когда слышим Слово Божие. Невозможно тогда, когда рассуждаем по-человечески. Но почему ученики так изумлялись при этих словах? Ведь сами они никогда не были богаты. Я думаю, что они в всем случае заботились о всех людях, так как уже начинали быть человеколюбивыми. Грех, как и немощь, невозможен для Бога. Но может ли Бог, говорят, сделать и бывшее, как небывшее? На это скажем. Бог есть истина, а сделать бывшее, как бы небывшее, есть ложь. Как же истинно сделать ложь? Для этого ему надлежало бы сперва изменить свое существо. Говорить таким образом значило бы сказать, что Бог может не быть и Богом. Ну, такие были суесловы или философы, так сказать, которые не искали божественной мудрости. Может ли Бог такое что-то сотворить, что есть большой камень, что сам не поднимет? Такие глупости бывают наполнены, вопросы появляются у людей. Все вопросники века всего. Почему Иоанн Златоус говорит, научись не задавать вопросы? То есть смысл-то в чем в этой фразе? Вопросы будут, но ты и сам исследуй Писание. Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь через них жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Господь говорил это иудеям, но это и к нам относится. Исследуйте Писание. Можно добавить? Да. Я немножко добавлю. Вот есть притча, когда там говорится о богаче, который у него умножился, как сказать, богатство, он решил житницу и сломать. Сломать старое, построить новую житницу, чтобы она полно. Вот зерно наполнило. Луки 12-е года, да? А еще я вспомнил, есть такой дореволюционный пример. Жил такой Неплюев Николай Николаевич. И у него был талант, он называл это талантом богатства, то есть от родителей ему досталось ему. И он этот талант решил для Бога посвятить. Он как сделал? Он взял 10 детей беспризорных, которые не имеют родителей, и начал их воспитывать в Боге, в православии именно. Он сам был простой мирянин. А в дальнейшем образовалась очень большая община у него. Там две книжки я у него читал, очень интересно, поучительно. Там очень много схожи с нашим, например, общиной, что у него началось вот это отображение, восставали против него близкие, те, которые ему были помощники. И он единственное сказал, я запомнил, он говорит, я буду перед Богом отвечать, что я был с вами слишком мягок. То есть строгость не проявлял, а он все время, очень часто говорит о любви. Я вот когда перед этим, как раз великий пост был, я его начал читать, и у меня не вмещалось. Я вот читаю страницу, и дальше не могу читать. Я что-то вот хожу как-то, не вмещаюсь там, он пишет, он очень много пишет о любви к Богу. То есть он, видимо, вот это вот, пламенел к Богу. А когда начал великий пост, начал поститься, мне уже легче эти книги пошли читаться. Вот он это все переживания свои там читает, ну, пишет. И еще я вспомнил, вот мы недавно фильм-то смотрели, Игнатьевич давал ссылку-то, про богатого-то. Иннокенди Серебряков. Иннокенди Серебряков, да. Вот тоже пример. Не видели Иннокенди Серебряков? Сибиряков. Или Серебряков. Серебряков. Сибирь, да, снова? Ну, кто не смотрел, посмотрите художественный фильм. Сильно богатый он был, сказочно, можно сказать. Помогите, я страшно богат. Да. И милость у него раздавал там. Ну, по нашим деньгам там миллионам, да. Миллионами. И уже его, ну, там были завистники, уже подозревать стали. Ну, может, они даже и просто подводили его к этому. Не то, что даже подозревать, что что-то у него с головой не то. И стали проводить уже психиатрические исследования, нормально ли все у него. Но оказалось нормально. Вот, умер-то он в сорок с лишним, да, вот, заболел. Монаж кто-то принял. Вот, такой богатый. И пример, как показал, что в этом случае можно. Ну, там очереди были людей из разных слоев населения, в том числе и тех, которым можно похмелиться. Там интересный момент такой. Вот, и он и им тоже давал. Мужики такие стоят, ну, какие-то, такие как бомжи. И он спрашивал, что там, к чему, и им дал всем. Тоже должна быть рассудительность в этом деле. Потому что на погибли не послужит ли людям раздавать. Ну, и одной там монашке он дал там миллионы. И вот она такая, вот, с такими глазами. Ну, это по-нашим миллионам. Тогда это сколько-то тысяч было. И она в полицию, да, обратилась. Ну, и там пошло это все расследование. Что это, откуда, и зачем это. Ну, он дал, чтобы там на монастырь, чтобы храмы там восстановил. В основном он на это деньги давал. восстановление храма. Благотворительные там дома и столовые строил. А были у него на Дальнем Востоке, вот карта России, как раз прииски свои. Тут Ди Амур, знаете, да, Ди Амур. Никита там может показать, Ди Амур. Или Анфиса может показать. Недавно изучали. Да. И там у него свои прииски золотоносные. И он рабочим, значит, и место улучшил. Вот. Столовые там все такое. зарплаты повышал. Ну, вот мы читаем тоже поучение святого Иоанна Краснодарского. Он тоже был небедный. Из него биографию читаешь, миллионы проходили. Но он на себя это все. Все тоже для людей, для Бога, так сказать. жертвовала. Так. Хотелось бы немного клониться от евангельского чтения. Повторник, что у нас за событие было? Как оно называется? Поминовение. Радоница, да. Ну, и вот небольшую статью я прочитаю. Радоница по миновению усопших любовь или страх вопрос. Такое название необычное. Откуда? Душа. Христос воскрес. Это апрель, апрельский номер души. Там, кстати, в притворе один журнал передали из города. Кто-нибудь возьмите и читать. Никто не берет. Я вот один взял, а один лежит до сих пор. Приходит священник на отпевание и видит до боли знакомую картину. Завешенные зеркала, налитая рюмочка с корочкой хлеба. Родственники стоят двумя группами. Одна остается с ним, то есть священником, и молится около гроба, а вторая стоит на улице, курит, обсуждает политику, новости и ждет самого главного поминок. Причем, если задуматься о сути происходящем, то это не поминки в христианском смысле слова, а самая настоящая языческая тризна. Наступление такое было. И подзаголовок «Как это было в Древней Руси?» Для древнего язычника понятие род был чем-то гораздо более глубоким и важным, чем просто семья и родственники. Род это все родственники, живые и мертвые. Причем мертвые были такими же реальными членами семьи, как и живые. Не случайно в честь предков устраивались праздники, во время которых предкам жертвовали часть приготовленных блюд, показывая тем самым им свое уважение и почтение. поминальные трапезы сопровождались множеством поверий. Например, нельзя класть ложки дном вниз, или нельзя молодому первым вставать из-за стола, так как первый вставший из-за стола первым и умрет. Кстати, связь с предками могла быть обоюдной. В ночь после поминовения усопших предки могли послать вещи сон, чтобы предупредить членов рода. Для язычника суть культа предков заключалась в собственной безопасности. Неуважительное отношение к ним может повлечь в беду для всей семьи, поэтому предков нужно было задобрить, иначе не оберешься беды. Подзаголовок «Как видят смерть христиане?» Христианство совершенно по-другому смотрит как на саму смерть, так и на все, что с ней связано. Согласно Священному Писанию, смерть есть результат греха. Смерть это разрыв между Богом и человеком, который надо преодолеть. Иными словами, смерть это аномалия, это то, чего не должно быть. Благая весть говорит нам о том, что смерть побеждена смертью и воскресением Иисуса Христа. Как водами все умирают, так во Христе все живут. 1 Коринфянам 15-22 В Христе для каждого христианина новая жизнь, в которой нет места ни смерти, ни страху перед смертью. По сути, христианство совершило настоящую революцию. Мертвые перестали быть опасной силой, которую необходимо задобрить. Суть христианского поминовения заключается в любви. Если язычник исходит из страха перед мертвыми и смертью, то христианин по своей любви к ближним желает им попасть в Царство Небесное и там быть вместе с Господом, создавшим их. Этой заботой и любовью пронизаны все те молитвы и священодействия, которые сопровождают смерть в православии. Православное поминовение усопших это совместная молитва всех верных. Православный человек не боится усопших, ему не надо их задабривать и тем более защищаться от них. Мы любили их в земной жизни, и эта любовь простирается из-за гроб. Совместная молитва к общее причастие вот настоящее поминовение усопших. А столь любимый многими поминальный стол делается уже ради нас, оставшихся на земле, и никак не влияет на усопших. Поминальный стол для язычника это общение с духами предков, которые пируют вместе со всеми. Для христианина акцент смещается с поминальной трапезы на совместную молитву об усопшем. Первые христиане собирались вместе для молитвы. Да, там был небольшой поминальный стол, но он нес одну функцию. Люди молились, вспоминали усопшего и между прочим немного кушали для поддержания физических сил. То есть центром этого собрания была молитва, а не стол. К сожалению, мы забываем об этом. Часто поминовение превращается в настоящий языческий ритуал, сопровождаемый маленькими жертвами для усопших и различными суевериями, а главное страхом навредить усопшему или разгневать его. И еще подзаголовок небольшой переживший века. К сожалению, языческий культ предков ужасно примитивный по сравнению с христианским учением о смерти и воскресении. Оказался очень живучим. В нашей современной жизни культ предков в его языческой форме до сих пор играет значительную роль. Давайте честно скажем, что порой все, что связано с покойниками вызывает у нас страх. Достаточно хоть раз побывать на поминках и трезво взглянуть на все ритуалы и обряды, которые связаны с похоронами. Все эти ритуалы также связаны с задабриванием в кавычках души усопшего. Обязательно надо на поминальной трапезе оставить водку и хлеб, чтобы покойник был сытым и разгневался. Хотя по православному учению душа бестелесная и ей не нужно питаться. Обязательно надо занавесить зеркала, чтобы не отвлекаться на свое отражение и не злить покойного. А еще не дай Бог он селится в зеркало и будет мстить живым. Обязательно говорить только хорошее покойным, так как покойник может разгневаться. я уж не говорю про то, что надо на могиле обязательно оставить подношение покойного в виде водки, конфеты, хлеба. Итак, дорогие друзья, наше поминовение усопших является показателем нашей веры. На чем она основана? На страхе или на любви? На желании помочь человеку или отгородиться от него? И ответ на этот вопрос каждый должен дать сам себе. Хрищенник Александр Данилов неудача 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 мы во вторник с батюшкой ездили в Корчино как раз ты же как сейчас происходит мы там встали начали молиться вот это получилось ну все там по столикам собраться вроде на каждом столике обязательно бутылка водки ну и есть начинают и как раз перед нами там компания ну тут поем молимся они ходят бахны там хихи там свои разговоры там напевают едят и все даже никто не подошел еще потом никто и не молился да? ну с нами Сиськова были там да Алексей чуть Наташа а так что мне этим конченским не подошел потом сели в машину батюшки ну вот что вы люди даже никто не поинтересовался им еще но я лично у меня другое мнение я говорю да ну а взять бы говорю это ну после этого или как открыть Библию да порога Иеремия там да будут какие-то стихи такие да погромче чтобы кто-то хоть услышал ну а что ну як апостол купишевцев Израиля ну пропели кто что понял и кто ничего не понял ну и так батюшка на своем остался живое слово навсегда слово то прочитаешь может никто а это кто что поймет кому это что надо ну еще конечно статью мы прочитали как поделиться сам хотел мыслью что ну каждый вопрос должен дать сам себе но если народ не наученный да неевангелизированный то что он будет именно так как родители бабушка дедушка это же они все друг от друга примеры берут или там от кого-то еще они там от соседа что именно так нужно делать не знают слово Божие ну и поэтому язычество это безбожие пьянство обжорство и так далее вопрос священник должен себе задать а не как почему так происходит если ты священник ну как начни вот география по географии россии в 9 классе есть карта какие именно у нас вероисповедания ну большинство конечно это православных там до 70 с лишним процентов ну и территория там большинство православных охватывает ну а сколько ходят в храмы а вообще сколько читает слово божие там ноль целых ноль ноль еще тетт геннадий паст говорил об этом когда в миссии у них была по енисеев покажи и плыли они туда вверх по енисеев в центре России там есть фильм такой в центре России и там стали исследовать опрос проводить не забирай вниз вниз опускайся да то есть вверх туда ну какая была еще навигация это летом было и читающих евангелия там получается 0,03 что ли вообще мало-мало и кто там в храм ходит то есть по сути дела из этих семи с лишним но если строго говоря ну сколько там процентов православности ну считая что вот я же крещеный да на самом деле не крещеный а обманутый обольщенный моченый поэтому наверное вопросы не задают себе что будет после смерти в вечности обольщение там успокаивает убаюкивает не проявляет интерес отсюда и вопросов нет и интереса нет конечно но не наученый ну тут все вместе и наученный и проповеданный и возвещенный тебя вспоминаешь в этом случае думаешь ну сравниваешь себя как вот ты интересовался почему Господь тебе открылся как ты стал верующим это один из путей у каждого свой путь то есть первое начинается интерес задаешь себе вопрос а что будет со мной после смерти и отсюда начинаешь раскручивать эту спираль задавать вопросы искать ответ если этого нет то ты остаешься в этом обольщении дьявольском плацком ветхом не работаешь над собой ничего нет а как начинаешь работать задавать вопросы искать ответ интересно занятие приходить слово Божие читать интерес появляется проповедовать когда тебе что-то открывается выше написано что Царствие Божие это проповедь Царствие Божие называется здесь проповедь то есть ты желаешь поделиться теми новостями той радостью которую ты получил от Слова Божьего чтобы другие тоже услышали а нету этого значит ничего нет как мы погибаем от того что мы не читаем а раз мы не читаем мы значит не исполняем а не исполняем мы погибаем потому что все не читаем вот вот весь путь начальный и законченный отсюда и пьянство вот отсюда и интереса нет вроде бы как мы сколько раз уже корчено проповедовали два раза же проходили даже три раза но если учитывать что еще тогда Александр Муха был то больше тоже там с Александром мы на школу и мы тоже на велосипедах ездили Сергей Пупков я с тобой не ездили с Игорем по улицам проходили в Сиськов ну кто там приходил там единицы собирали массово это же мы на массово два раза после потом вы же еще проезжали собирали книги там библиотеки ну не интересуются люди люди не интересуются плевелы вот эти они просто заглушают слово Божие если даже верующий кто слушает слово Божие эти плевелы заглушают его а что говорят о тех кто не слушает его не ищет и все да так ну что мы будем еще начинать сейчас уже у нас прошел у нас православная штунда может какие-нибудь вопросы вопросы какие от брата Алексея не пришел и говорил вопрос допустим знаешь нет с чем связана такая тенденция была вот сейчас что мы прочитали христос сказал этому юноше раздай все продай все и раздай нищим и допустим когда в деянии апостолов новоуверовшие приносили к апостолам продавали все продавали да и там один утаил немного апостол Петр говорит зачем ты утаил это же твое то есть почему именно как это понимать почему именно все на что ты не можешь жить в нынешнем понимании я просто живу зачем я буду все продавать у меня имение я просто буду жертвовать от того что я имею или раньше часть какую-то да почему или сейчас нельзя понимать что продай все то есть раньше может быть это как-то так надо было если хочешь быть совершенем если не хочешь не отдавай другие случаи когда не служили своим имением то есть и это не порицается это восхваляется а в некоторых случаях именно продай все но блаженный Фифилат говорит здесь что он был человек любостяжательный не искуситель то есть это вот любостяжание страсть богатства господь же видел это его сердце то есть в данном случае ему такое лекарство дает то есть это конкретика да это было а были конечно в истории такие что не все продавали но другие так поступали те же жены которые написаны и служили своим имением да то есть Господь нас призывает не то что горы какие-то сверх возможности делать а даже простое накорми кого-то обуть одеть и так далее милосту не подать поучаствуют в благовестии ну вот братья приехали недавно из города и говорят сколько зовем там ну просто даже Евангелие раздавать ну нету ну это не трудно же а просто что нежелание там никто так не подвигает ну прям выйдешь ты должен такую проповедь как Игнать Тихонич сказать о да там очень редко когда вот так человек встретится вопросы какие-то завяжутся беседы а так-то Евангелие в основном раздавать ну и маленькие такие беседы то есть семи пядей во лбу нет ну а почему не выйти на воскресенье нету мало смотрю там на ролике бабушка такая появилась Троица Николаевна и она то плохо видящая пошла с ними еще а где говорит кому идти ну надо видеть братья да вот туда это выправляет ну она уж как по-своему там бывает там что-то слово сайт или что она забудет или канал все эти библии как там называются на канал там не бывает конечно она же там не бывает смотреть то не может вот и то вышло а чтобы православные бабушки пошли это можно иеговистов увидеть на этот случай конечно исключительно вот здесь вот именно это любостяжание как некая ну как можно сказать образно злокачественная опухоль которая смертельна для него погибель его он так привязан был к этому и Господь да вот в этом случае ну представь сейчас нам все продай иди в корчен скотунка и заставить жену и детей ради Христа и в плане сбережения то есть сберегать непонятно зачем богаче да то есть не для того чтобы допустим там бог дает ты это еще с кем-то делишься не похоже это не его было не нажит о своем этим а юноша а он получил и уже зачем ему это надо значить в другом жива написано что он любил богат поэтому Господь врачевал продай избавь то что тебе и следуй за мной то есть путь центральная страсть какая у каждого человека есть что-то свое богатство какая-то сильная страсть ну да здесь и говорится об этом богатство такое вкусненько что-нибудь поесть вроде немножко начали а потом больше больше и все и вот это вот проявляется тоже как бы отказаться от этого и как неохота например другого там еще что-то какие-то зрелища посмотрели у нас вот в устаре говорится церковная дисциплина что зрелища недопустима а сколько у нас зрелища какие-то там фильмы сериалы и прочее зачем там горько даже говорить когда Библию может еще не прочитали Ветхий Завет а смотрим эти зрелища и что чужой жизнь интересна а свою не делаем это тоже как богатство ну давай говорим да я просто то что брат Алексей задавал вопрос про деяния она она не сапфира там цель то почему они были осуждены то что они пообещались все имение для Бога а потом передумали вот за это они и были осуждены дотации да то есть не в вашей власти было то есть надо было не обещать да просто то есть то что не греб половину принес бы они собрали сколько они сколько они за столько они утаили а зачем вы в вашей власти за эту ложь они наказаны да вот такое даже удивление что в новозаветное время и вдруг Петр так ну это Бог так делает через Петра и вдруг такое как немилосердие значит они неисправимы были неисправимы в данном случае и Господь так делает что раз упал замерто и жену потом вперед ногами вот то есть говоря в новозаветное время мы же под благодатью так тем более тем более надо когда Господь пострадал на кресте искупление произошло и так жить беспечно и встретишь ну где-то в городе тоже на благовестие ну мы же сейчас под благодатью такой полупьяненький плакать надо тем более будет наказание и нам нам много дано и нас много спросится так ну еще какие вопросы дополнения жены мироносицы молчат у нас мира понесете это во глуханное слово Божие ко второй половинке если нет ко второй половинке как Мария Магдалина будете апостолами в своем доме ну там апостол для апостолов да вы для своих домов домочадцев а? для домочадцев домочадцев да так ну нет вопросов давайте тогда помолимся на 28 стихе мы остановились коронавршата нету ангел пешет плодом дали и чистая дева радуйся и пакет реку радуйся твой сын воскресе третневен от гроба и мертвые воздвигну вы люди веселитесь а светися светися новой иерусалим и слава бога господня на тебе бассейна лепуй ныне веселись и сегодня ты же чистая красуйся богородице во восстании рождества двое двое отец отец небесный во имя сына твоего единородного иисуса христа молим тебя и благодарим тебя за все твои милости и щедроты за это тихое мирное время за слово твое святое живое и вечное господи помоги нам это слово сохранять сердце свое и исполнять ибо блаженный слышащий и исполняющий слово твое благослови господи протерея и акима предстоящем пути добрый ангел хранитель да сопутствует ему благослови всех милующих питающих нас подающих нам милостыню всех православных христиан и болящих по сети огонь болезни угаси господи тебе за все хвала слава честь и поклонение отец сына святой дух христос воскресе на истин воскресе